Настоящее оживление царило в этот день во дворе средней школы номер 26. Ближе к половине десятого здесь собрались самые маленькие представители большой школьной семьи – первоклассники. В этом году первоклассники тысячелетия. Малыши только начинают свой самостоятельный путь. Волнение присутствует и у родителей, и у педагогов, для которых каждая встреча с учениками уникальна по-своему. Основное, что должен получить ребенок в стенах нашей школы – это доброту, чувство, понимание. И если у нас будет взаимопонимание с детьми, мы добьемся больших успехов, что желает каждый. И родители, которые отправляют там своих детей, и дети сами, и мы тоже. Просто понимать детей, любить. О важности этого первого шага говорил мэр областного центра Александр Рогачук. В приветственной речи градоначальник особо отметил то, что в системе образования в Бресте всегда уделялось большое внимание. Кроме поддержки педагогов и их статуса, постепенно обновляется материально-техническая база учреждений образования. Все лето для комфорта и уюта школьников в учебных заведениях проходили ремонты. И средняя школа номер 26 – не исключение. Насколько учреждение образования готово к встрече с ребятами, Александр Рогачук смог оценить в рамках небольшой экскурсии, главным пунктом которой стало личное знакомство с первоклассниками. Кто тебе такую красивую кастру сделал? Скажи мне, мама. Мама? А ты скажешь ей, что она молодец? Хорошо? Каждый малыш получил не только отдельную порцию внимания от градоначальника, но и подарок от имени президента – книгу о Беларуси. Александр Рогачук пожелал первоклассникам тысячелетия только хороших отметок и успехов на пути открытия нового и неизведанного. Замечательно, что наш город имеет естественный демографический прирост и количество первоклассников еще больше, чем в прошлом году. 5 тысяч деток пошли в нашем городе в первый класс. Вместе с тем я с особым трипетом отношусь к таким школам, построенным в 80-е годы, еще, может, более ранний период, потому что здесь уже устоявшиеся педагогические традиции, здесь уже свои династии выпускников, и здесь уже есть своя такая местечковая, как мы говорим, но уже педагогическая школа, которая дала результат. Вместе с тем мы должны думать о совершенствовании материальной базы. То, что касается данного учебного заведения, бюджетные деньги были направлены точечно на новые окна, и я думаю, что этот процесс настолько еще требует дальнейшего развития. Я имею в виду именно материальная база школ, построенных в 70-е, особенно в 80-е годы. И школа номер 26 – одна из таких школ, которая требует пристального внимания со стороны городских властей. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дорбукву Ночи, Дон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.